Зачем вы кофе пьете? Кофе вреден для лошадей. Лошадям говорит, вредно кофе, вредно. Вот так вот Ксению Анатольевну встретили в Чечне, в Грозном. Ну да ладно, смотрим дальше. Ну это очень смешная шутка. Ну да. Зачем вы сюда приехали? Ну послушайте, вы же все-таки мужчина, мне кажется, так с женщинами говорите. Ну с вами можно, вы без добрыми целями, намеренными приехали. Почему с недобрыми? Езжай, говорит, отсюда, в Москву свою. Ну, это ваше мнение, вы на него имейте право. Мы не хотим видеть таких людей, кандидатов, президенты. Ну, насколько я понимаю, я же не к вам домой пришла, а на проспект. Вы к нам домой пришли, Дон, это наш дом. Нет, слушайте, это общественное пространство. Это общественное пространство, находящееся в Российской Федерации. Поэтому давайте уважать друг друга. Я нахожусь в своей стране. Не, вообще, как подметил, а? Что-то она в 98-м году не приезжала в Чечню, а? А теперь действительно, права человека, а? Свободы, слово. Я считаю, что нельзя обижать слабых. Я считаю, что мужчина так не должен говорить по отношению к гостю, который приехал в этот город. Идет по проспекту и пьет кофе. Ну и Ксения Анатольевна Собчак немного взгрустнула, взгрустнула и начала жаловаться. Жаловаться. Как это ее так встречают в Чечне? Без хлеба, соли, там, без песен и плясок. Как так-то? Что случилось? Вы меня спросили, что мне нормально? Ну и решила, думаю, дай пожаловать полицейскому, полицейскому, кому еще тут можно пожаловаться? Один охранник ходит за ней, и тот весь испуганный ходит, думает, йог, макарек, как так? Здрасте. Вы знаете, вот эти молодые люди кричат оскорбления в наш адрес и не дают им гулять. Мне, вот вы как полиция Российской Федерации, вы почему никакие меры не считаете? А что они сказали? Предприните, вот посмотрите, вот этот молодой человек очень агрессивно себя ведет. А Пальцовский говорит, что я буду разбираться, пойду, я постою в другом месте. В другом месте постою, Ксения пусть здесь сама как-нибудь все решит. А вообще, что она туда поехала-то, в Чечню? Она говорит, поехала на одиночный пикет, устраивать одиночный пикет. Какой нахрен пикет? А потом нашел, оказывается, Кадырову мириться ездила. А? Вот это поворот! Вот ее, как Собчак попросила, потребовала меня. Она недавно просила, чтобы помириться с ней. Я хотя бы не ссорился с ней. Она не права во всех отношениях была. И она все готова. У нее ничего святого нет. Она сегодня будет говорить тебе одно, и сразу через три минуты она совсем другое будет говорить. И не будет стесняться. Это определенные контингенты. Эти люди абсолютно нам не представляют опасность. Только мы, так сказать, относятся к иронии. И Аксения Собчак еще несколько лет заблокировала во всех соцсетях. Ох, Ксюша, Ксюша, кандидат в президенты. Ну, не ее регион, видимо, не ее. Не будут там за нее голосовать. Подписывайся на канал. Дальше будет только интересней. Продолжение следует...